Ну, в итоге мы выбрали, я так понимаю, елку из ершиков для бутылок. Нет. Нам может быть жалко живой укроп, да? Можем обойтись без укропа. Ну, и без елочки. Это не пишется. Покушаться на укроп, это то же самое, что покушаться на какие-то скрепы. Покушаться на оливье. Ну, в общем, это как раз... Это тоже нападки на наши скрепы. С каких-то пор мы стали жалеть елочки. И все еще не начали жалеть укроп. Здравствуйте, мы на канале Европлант Лайф. Сегодня мы сидим за столом у елочки. Моя мама ее уже заботливо нарядила. И мы решили сегодня поговорить с Леной по поводу того, какую елку лучше всего выбрать к празднику. Как тебе моя елочка, Лена? Она искусственная, Андрей. Ну, искусственная, но старинная. Цена немалой игрушки. Ну, может быть, старинность ее оправдывает. Потому что при производстве искусственной елки, ну, ты можешь себе представить, какой был оставлен углеродный след. Сколько пакетов в этой елке-то? В полициональных пакетах миллионы. Хорошо, если эту елку можно использовать много-много лет. Тогда энергия, вода, вот это вот все, то, что было затрачено на производство этой елки, ну, как-то вот это вот все окупается длительным использованием. Но самая большая проблема, как мне кажется, в искусственных елках, это сомнительные перспективы утилизации. То есть, если вы выбираете елку искусственную, ну, у нее, безусловно, множество преимуществ. То есть, это один раз купил, и, в общем, все. Ну, да, удобно хранить. Да, удобно хранить, достали, нарядили. Но ее нужно, вот, чтобы оправдать вот эту всю историю, ее нужно использовать действительно много-много лет. Кстати, надо иметь в виду, что на ней скапливается пыль, а пыль – это аллерген. В общем, это моя личная история, я не поддерживаю искусственные елки, мне не нравятся. Но, конечно, у них есть преимущества, огромный выбор сейчас елок на рынке искусственных. Кстати, давайте посмотрим, поедем и посмотрим, что вообще продается, и какие альтернативы искусственным елкам сегодня можно купить в магазине. Живая или срезочная версия, например? Да. И елка ли, сосна, туя. Да, у нас теперь богатый выбор. Или пихта, возможно, даже пихта. Пойдемте в магазин. Поехали. Срезанная пихта Нормана, по-латыни это называется Нордманиана, да? Это абсолютно беспроигрышный вариант. Самый лучший. В горшке? Срезанная. Пихта эта Нормана, она у нас не зимует. Поэтому покупать ее в горшке или срезанную, в общем-то, разницы никакой. Просто это, ну, в нашей Ленинградской области это не зимующее растение. То есть все равно на погибель? На погибель. Но то, что она в горшке, мы тоже должны иметь в виду, что это растение не выращено с целью посадки дальнейшей в сад. Это просто выкопано, оно не было шкалировано, там не была формирована какая-то локальная корневая система. Это елка, которую можно было либо срезать, либо воткнуть в горшок. И горшок выполняет просто функцию подставки. Самое важное, то что мы видим, что пропорции не совпадают. Вот маленький горшочек, довольно крупное растение. И его не шкалировали, его производили именно на срез. Часть пихт, которые производятся на срез, они копаются, по сути, без корней и устанавливаются в горшки. И эта конструкция в основном используется в Европе для оформления террас домов. То есть это то, что ты ставишь на улицу. Не домой тащишь, а, например, перед входом в дом ты ставишь такую штуку, и вот она уже в горшке. Ну, конечно, можно и домой поставить. То есть у тебя облегчение установки этой конструкции, не нужна крестовина. То есть эта вот конструкция высотой около 40-50 сантиметров, называется у нас премиум, и стоит 4 тысячи. Ничего удивительного, что люди покупают искусственные елки в результате. Потому что вот это вот все будет выброшено, конечно. То есть это все не жизнеспособно, будет выброшено, и это дорого. Ну, вообще вот эти вот кавказские пихты, они все импортные практически. И, конечно, да, они вот у нас дорогие. Ну, и вот по поводу вот этой корейской, что хочу сказать. В отличие от Нормана, она технически зимостойкая. Горшок у нее большой. То есть она перезимует в Ленобласти? Да, технически она может перезимовать в Ленобласти. Растение это довольно молодое. Вот у нее есть призрачные шансы на жизнь после Нового года в Ленинградской области. После смерти. Да, шансы призрачные. Почему? Прежде всего, потому что она действительно пойдет в рост, проснется. Даже если вы визуально не обнаружите вот этот вот молодой зеленый прирост, все равно будем иметь в виду, что вот это вот две недели стояния в комнатной температуре, ее пробудет. Ну, понятно. Но дальше ее нужно будет как-то аккуратно усыпить. И до... Хлороформу? И до посадки в грунт выдерживать в прохладном месте. Чтобы... Но она не пахнет мандаринами. Ну, она пахнет обычно елкой, потому что это корейская пихта. Вот это такой классический хвойный запах. Без оттенка фруктов, как у байзамической или нормандской пихты. Вот это же очень печально. Ну, конечно, печально. А сколько это стоит? Вот... А, 149 рублей. Ну, в принципе, наверное... Ну, понятно, что такое можно купить в сезон, весной. И вот она, понятно, что немножко при смерти, но все-таки 149 рублей тоже, в общем, не деньги. Немножко, к слову, совсем. Да, можно купить весну и попробовать это все как-то в саду, чтобы оклемалось. Ну, сейчас, конечно, растение, которое пройдет через вот эти тяготы лишения комнатной температуры, оно должно быть максимально здоровым сейчас. То есть сейчас вот экспериментировать с полутрупами точно не нужно. То есть если вы будете пытаться спасти, оно должно быть максимально здоровое. То есть вот это точно нет. Вот, например, коника, да? Технически это тоже растение. Купила мама коника, а коник без ноги. Ну, слушай, с ногой все в порядке с ней на самом деле. Мама очень хорошо, кстати. Выглядит хорошо. Не сыпется. Поместится очень много игрушек. Очень такая плотная, компактная крона. Но, скорее всего, тоже с коникой будут те же самые проблемы. Чтобы, опять же, продлить жизнь, помним, первое, она должна находиться в комнатной температуре как можно меньше времени. Если есть возможность, конечно, она не должна стать вплотную, например, к батареям центрального отопления. Ее нужно поливать, ее нужно опрыскивать, найти самый холодный угол в квартире. Ну, сербская принципиальная, это примерно то же самое в нашей ситуации, это примерно то же самое, что и елка обыкновенная, да? То есть она будет осыпать иголки, в отличие от пихты вот Нордмана. И мы здесь видим, что довольно большое растение находится в маленьком горшке, корней здесь нет. То есть это у нас подставка вместо треноги. То есть мы никак вот такого вот рода елки не пытаемся спасать. То есть вообще просто ноль шансов. Это технически зимущее у нас растение, но там просто нет корней внутри. Можно, конечно, сейчас на глазах возумленной публики это продемонстрировать. Продемонстрировать, но я думаю, что это будет последний наш сюжет, да, тогда. В обе. Да. Ну, по большому счету, да, это, конечно, уже труп. Просто, как любое хвойное растение, оно не очень быстро демонстрируется у смерти. И действительно, еще вот этот молодой прирост она может дать, это ни о чем не говорит. Это внутренние резервы. Это вот из последних сил этот молодой прирост. Дясно, агония. Да. И, кстати говоря, то, что пошло в рост в комнате, то уже почти, ну, почти 100% не удастся спасти. Даже если какие-то шансы были, корни были. Ну, если вегетация началась, да, и ее уже не остановить. То есть если ты видишь красивую, стриженую, великолепную елочку, пушистенькую, и она стоит довольно дешево, дешевле, чем остальные, да, это значит, что просто ее не шкалировали, ей не обрезали корневую систему. Эта процедура, как бы, ну, дорогостоящая относительно. Потом это задерживает рост развития дерева на какое-то время. И елка, которой не обрезали корни, она быстрее вырастет и будет красивая и пушистая. Соответственно, эта елка приготовлена на срезку. Если ее формировали как дерево для сада, то там обрезались корни, потом она могла быть уже потом посажена в горшок, да, соответственно. В общем, мы не можем зрить в корень этой елки, поэтому не можем говорить об их шансах. Я бы вот просто сделала бы предположение, исходя из стоимости вот этой елки, если я найду цену. Бесценно. Я могу сказать, была она шкалирована или нет. А я могу посмотреть прямо на катке. Да, 12 тысяч. 12 тысяч, она была шкалирована. Лен, слушай, ну, вот эта елочка с углеродным следом, действительно страшненькая. Тебе не кажется, что это елочка курильщика? Ну, кажется, но, слушай, она стоит 2 тысячи. И это прямо вот оправдание о покупке, я бы сказала. Никаких вопросов. То есть она должна радовать, и в качестве игрушек стоит обвести ее ценниками. Слушай, ну, будем реалистами, будем реалистами. У людей довольно разный достаток. Пожалуй, это самый дешевый вариант. Она большая и дешевая, и она вечная. Допустим, мы готовы потратить несколько больше, чем 2 тысячи на новогоднюю елочку, которая прослужит нам 20 лет. А это, смотри, это прямо вот настоящая ель обыкновенная и, правда, очень хорошая копия. Действительно похожая. Как мы видим, чем более обыкновеннее ель, тем выше ее стоимость. То есть это, в принципе, елочка уже кремлевская такая. Да. 50-тысячная. Такое можно передавать по наследству. От отца к сыне. Их все нужно передавать по наследству, потому что мы же помним про углеродный след. Мы не можем покупать каждый год себе новую искусственную ель. Это противно природе. Богопротивно природе. Грета Тунберг будет недовольна. Мне кажется, что такие елки, их, в принципе, не нужно уже наряжать. Она уже наряжена. То есть шары здесь уже были бы лишние. То есть для тех, кто хочет сэкономить на дополнительном дизайне елочки. Вообще на игрушках. Ну, тут не слишком получается сэкономить все-таки 14 тысяч. Но мне кажется, что она уже наряжена. Я, кажется, не икона стиля. Но мне кажется, здесь игрушки уже были бы лишние. Очень, да. Проволочка имитирует натуральную инию. Не инию, а росу. Росу на елку. Утреннюю. Утреннюю, новогоднюю росу. Серебряную утреннюю росу. Ничего удивительного в том, что чем елка качественнее выглядит, чем она больше похожа на настоящую, тем она дороже. Итак, мы подошли к звезде современного искусства. Елки, собранные из нескольких видов, родов и сортов растений. Да, конечно, заслушать отдельного разговора. Котенок-девочка – звездный гибрид. Мне кажется, что да. Вот эти ветки у нас скорее принадлежат елке. То есть они имитируют елку. Вот это больше похоже на сосну. Шишки, как ты думаешь? Кедр. Возможно, кедр. Да, но это точно не ель. Но это какая-то сосна. Ну что мы в итоге выбрали-то? Какую елку? В итоге мы выбрали, я так понимаю, елку… Я за срезку. Да, ну давай спросим у наших зрителей, что считают они, какой они сделали выбор. Уважаемые зрители канала Европлант Лайф, расскажите нам свое мнение. Какую елку выбираете вы? Оставляйте ваши комментарии, лайки. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Спасибо за субтитры gostу.